Следующий вопрос. Какое наставление у шейха вы сделаете мужчинам, которые не работают и сидят дома без уважительной на то причины, а вместо них работают их жены? Продолжение следует. Если он оставит расходование на них, имея на то возможность, то, несомненно, это грех. Когда он оставляет работу, поиск средств и совершение причин, которые привлекают для него удел, то он становится халатным грешником. Не дозволено мусульманину оставаться без работы и не соблюдать то, чем его обязал Всевышний Аллах. Если это дело касается только его самого, и он оставляет работу, считая, что он в состоянии прожить, довольствуясь малым, и что ему будет достаточно малого количества пищи, которое он находит, то это его выбор. Однако, когда оставление работы и отсутствие стремления к совершению причин, способствующих получению удела, приводит к погибели его детей, то нет сомнения, что это не дозволено. А пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал, достаточно мужчине греха в том, что он погубит тех, кого должен содержать, а в другой версии, кого он должен кормить. Ведь ты ответственен за этих своих подопечных, ты ответственен за свою жену и детей, чтобы ты кормил их и одевал, и чтобы выполнял в отношении них то, чем тебя обязал Всевышний Аллах. Достаточно мужчине позора, а также того, что его будут позорить и высмеивать другие за то, что он зависит от своей жены, и что его жена содержит его. Всевышний Аллах похвалил мужчин в своих словах. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, потому что они расходуют из своего имущества. Мужчина имеет превосходство над женщиной только со стороны личного превосходства, которым его наделил Аллах, Свят Он и Велик, а также со стороны превосходства в расходовании средств. Поэтому если мужчина не расходует на свою семью, то он опустился в своей степени и превосходстве и стал равным женщине со стороны расходования средств. Более того, если, как ты сказал, что женщина расходует на мужчину, то она превосходит его в этом. Это является изменением и подменой естественных понятий. Этот мужчина, довольствующийся тем, что его жена содержит его, нет сомнения, что его мужское достоинство неполноценно, а также, что у него нет превосходства над этой женщиной. Является обязательным для мужчины, чтобы он стремился к совершению причин, приводящих к заработку, а также, чтобы он содержал своих детей и жен и не губил их. Субтитры создавал DimaTorzok